Добрый вечер! Добрый вечер! В рамках фестиваля «Поблема человека» мы показываем сегодня фильм «Раскрашенная птица». Я хочу представить вам нашего почетного гостя фестиваля актура Куда Кира. Фильм, который вам предстоит посмотреть, длинный, он идет почти три часа. Он черно-белый, в нем очень мало диалогов. Как сказал Куда сейчас, кажется, вот за все это время, 2 часа 50 минут, там только 9 минут разговоров. Причем все эти разговоры идут на языке, большинство этих разговоров идет на языке, которого не существует, которым на самом деле люди не общаются. Это так называемый славянский эсперантов, то есть искусственный язык, который объединяет черты чешского, польского, украинского, русского и других славянских языков. Потому что действия этого фильма происходят в неназванной стране Восточной Европы. Изначально это было Польша, но в фильме это неопределенная страна. Снимки, снимки происходили в Чехии, Словакии, насколько я знаю, на Украине, в разных местах. Этот фильм экранизация романа, романа писателя Ежи Косинского, поляка, который позднее эмигрировал, уже взрослым эмигрировал в Америку. Этот роман написан на английском языке, он имел мировую славу, получил, и считается одним из самых важных, но также одним из самых жестоких произведений литературы о Второй мировой войне. В основе этого романа документальные события, которые произошли с самим автором Ежи Косинским, который мальчиком остался, родители его попали в концлагерь евреи, а мальчик остался скитаться по деревням, это было в Польше на самом деле. Он пережил эту войну, но увидел очень много жестокости, насилия, и все это отображено в романе, и это все переведено в фильм. Одно дело литература, другое дело кино. В фильме всегда вот такие вещи воспринимаются очень остро, эмоционально, и каждым зрителям по-своему, каждый устроен по-разному, и у людей разный порог чувствительности. Поэтому мы предупредили зрителей о том, что этот фильм содержит действительно жестокие сцены, которые могут повлиять на вашу психику, задеть ее. Если вам будет не муготу, решайте сами, вы можете покинуть зал в какой-то момент. Но, с другой стороны, я не хочу вас пугать, потому что, хотя это действительно, в этом фильме много жестокостей, но эти жестокости, как мы уже говорили с Удекиром, нас никогда не могут сравниться с тем, что было на самом деле. На самом деле мир гораздо более жестокий, чем любое изображение в литературе или в кино. Кроме того, не забывайте о том, что это кино, что на самом деле ничего этого не происходит, никого не мучают, не убивают, не изглезают. Это все сделано с помощью кинематографической техники, актерского мастерства, режиссерской фантазии. Это условность, которую тоже надо понимать. Режиссер этого фильма Баслав Мархоу, чешский автор, картина была показана впервые на Венецианском фестивале. Она вызвала разную реакцию. Были восторженные статьи после этого в одних изданиях, других говорили о том, что многие даже профессиональные кинокритики тоже не выдерживали этого наплыва жестокости и как-то реагировали по-другому. Ну, каждый составит свое мнение об этой картине. Я же хочу только сказать о том, что этот фильм очень важный, потому что он действительно затрагивает ключевые вещи, не только насилие в нашем мире, но отношение к другому. Что такое раскрашенная птица? Это птица, которая отличается от других. Там будет специальный эпизод, вы его увидите и поймете, о чем идет речь. И вот то, что происходит с теми другими, которые отличаются от стандарта, от того как, ну, как бы от обычных людей или других особей. Судьба таких других всегда очень трагична. Такова была судьба самого Касинского. Такова была судьба Романа Поланского, например, который в детстве пережил подобные испытания. И очень многих других людей, которые оказались не столь счастливыми и не выжили во время этих испытаний и погибли на войне. В этом фильме есть также и образы русских персонажей. Тут играет наш актер Кравченко Алексей, советского солдата, одного из тех, которые пришли освобождать, значит, эту территорию от немцев, от фашистов. Вот, это тоже довольно интересная часть фильма, в конце разыгрывающейся. Неслучайно там появляется Кравченко, потому что это тот актер, который играл, будучи мальчиком, в фильме Эльяма Климова «Идеи смотри». Вообще в этом фильме очень много отсылок, как к чешской, к польской киноклассике, так и к советской. Вы увидите там цитаты из фильмы «Полетят журавлей», «Ибалата о солдате», и, конечно, «Иди и смотри», потому что больше всего этот фильм напоминает именно эту гениальную работу Эльяма Климова. Ну, наверное, на этом я закончу свое вступление, предоставлю слово нашему гостю, который, наверное, тоже вам что-то скажет об этой картине. Ну, сначала хочу сказать, что прекрасная город Санкт-Петербург. Это первый раз я здесь. И это так красиво, которые здания, особенно в ночи, с теми светом. Я провел много времени. Сейчас я делал так много интервью, с тем, что я немного плакал, но я рад, что так много людей пришли, чтобы увидеть этот фильм, потому что этот фильм очень важен для меня. Когда директор мне предложил этот фильм, я был первым покупать книгу, который прекрасен, прекрасное его здание, прекрасен он и ночью в огнях. Я впервые в Петербурге. А во-вторых, и мне очень приятно, что так много народу пришло посмотреть этот фильм. Должен сказать, что фильм это для меня очень важен. Когда режиссер фильма обратился ко мне, когда режиссер прислал мне сценарий, я первым делом пошел и купил книгу, потому что я хотела посмотреть, насколько книга отличается. от сценария, все-таки сценарий намного меньше книги, книга очень толстая, сценарий нет. И мне хотелось увидеть, насколько режиссер изменил что-то в отношении того персонажа, которого собирался играть я. И для меня это было важно, потому что я родился в конце войны в Германии, в октябре 1944, в конце войны. Но все равно, когда я росла, это было очень похожее, Они все, как я, просто играли с ребенком. Мы не имели одного, вы увидите позже. Мы не были вместе, все вместе с ребенком. И ребенок идет на эту путешествие, чтобы просто съесть и спать. И он встретил разные люди. Некоторые из них хорошие, а некоторые из них плохие. В этом году в Германии в конце войны. И принадлежу к поколению, которое во многом испытало то, что испытал этот мальчик. Когда я был маленьким, нам было нечего есть. Сегодня это очень трудно объяснить людям. Но это действительно то, как мы росли. И поэтому... Кроме того... Поэтому фильм так для меня важен. Кроме того, для меня было очень важно, что в этом фильме я участвую со многими известными моими коллегами. Это и Сталант Сказгард, и Харби Кейтель. Это я только всего двоим не назвала. Там есть и другие. И все мы играем наши роли только применительно к мальчику. Потому что главным в этой истории является мальчик. А у каждого из нас есть какой-то эпизод с этим мальчиком. Мальчик же проходит свой путь в поисках всего лишь тачлега и еды. И на этом пути ему встречаются очень разные люди. Какие-то люди хорошие, а какие-то люди плохие. В этом фильме совершенно не могут не видеть. И камера-профильм это невероятно, вы увидите. И я счастлива, что это черно-белое. Такое ощущение, что это такое документальное ощущение. И я был в Венеции, и... Окей... Некоторые люди спутали. Может быть, некоторые из вас спутали. Но на другой стороне, в Венеции, мы получили 11 минут оваживание. В этом фильме совершенно потрясающая операторская работа. Этот фильм снят в черно-белом варианте. И это также сообщает дополнительное документальное измерение. И я был в Венеции, когда этот фильм показывали в Венеции. И на показе многие люди ушли из показа. И я понимаю, что некоторые из вас тоже, наверное, уйдут. Но мне очень важно, чтобы вы посмотрели этот фильм. И я забыла сказать... Просто уже 3 часа мы с интервью работали. Но, несмотря на то, что были люди, которые ушли, когда фильм закончился, оставшиеся зрители встали и 11 минут аплодировали. Но, окей... Я говорю goodbye. И я не хочу, чтобы вы выходите. Поэтому... И я... Затем уйду. Я вернулся. Время в Америку. Я провел замечательный час здесь. И это замечательно. Это фестиваль. Это много отличных фильмов. И... Это совершенно разнообразно от Венеции или Кан. Это то, что я люблю. Будьте вечером. И я увидела вас в следующем году. Goodbye. И на этом я хочу с вами попрощаться. Мне бы не хотелось, чтобы вы ушли с этого фильма. Я еще раз хочу огразить признательность и подчеркнуть, что мой приезд сюда, через полтора дня я уеду обратно в Америку, и посещение Петербурга останется ему всегда в моей памяти. Конечно, этот фестиваль совсем не такой, как Канна и Венеция, но это-то мне в нем и нравится. И я на самом деле не прощаюсь с вами, надеюсь, что мы с вами увидимся в следующем году на фестивале «Послание к человеку», где столько замечательных фильмов. Аплодисменты. Аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok